МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наши новости начинают свою работу в эфире в студии Елены Кузовкина. Здравствуйте. Горячая вода на улице, в погребах, на огородах. Такую картину сегодня можно наблюдать на одной из центральных улиц Бурнаула. По предварительным данным, там рано утром произошел порыв теплотрассы. Из того дома, вот Кудряшовы, они вообще сейчас через охошку вытаскивали соседа. МЧСник вытащил его кое-как. Потому что не выйти нигде, вообще не выйти. О пострадавших не сообщается, но жители улицы Димитрова боятся оставаться в своих домах. Ручей горячей воды течет прямо с середины дороги, оттуда валит большой столб дыма. Подойти близко к месту порыва невозможно, а сразу обдают каплями. Правда, на морозе они быстро замерзают. К тому же пар такой густой, что определить границы порыва сложно. На месте работают коммунальщики. Пока сообщается о подтоплении нескольких домов, но к вечеру эта цифра может вырасти. Сейчас многие жильцы улицы находятся на работе. По словам барнаульцев, порывы в этом месте происходят регулярно на протяжении как минимум трех лет. Если вы морально готовы бросить курить, самое время это сделать накануне Международного дня отказа от этой вредной привычки. По данным Всемирной организации здравоохранения, около 6 миллионов жителей планеты ежегодно умирают от воздействия табака на организм. Инсульты и инфаркты во многом провоцируют именно пристрастие к курению. В Барнауле сегодня медицинские работники не только расскажут о вреде курения, но и наглядно продемонстрируют студентам, что происходит в организме курящего человека. В завершении акции все желающие примут участие в зарядке, которую проведут известные спортсмены. Ведь вредные привычки можно заменить. Здоровье и физические нагрузки стоят в этом смысле на первом месте. Бывший пиарщик, губернатор Алтайского края стал медианачальником в краевом законодательном собрании. В АКЗС подвели итоги конкурсов на замещение должности работников информационно-аналитического управления. Соответствующие документы опубликованы на сайте ЗАГСобрания. Комиссия приняла решение отдать вакантную должность бывшему начальнику департамента правительства края по информационной политике Андрею Липунову. Напомним, место Липунова занял бывший главный редактор сибирской медиагруппы Дмитрий Негреев. Должность начальника отдела пресс-службы возглавил консультант отдела Дмитрия Ичерских. В Алтайском крае прошел четвертый по счету географический диктант. С каждым годом к акции присоединяется все больше участников. Примечательно, что в нашем регионе популярность мероприятия растет среди военнослужащих. Об особенностях просветительской акции 2018-го смотрите далее. От какой горной системы происходит название горных лугов, покрытых травянистой растительностью и расположенных над верхней границей леса? В воскресенье, а в аудитории Алтайского госуниверситета нет свободных мест. Среди присутствующих школьники, студенты, преподаватели, пенсионеры. Как нам признались сами участники, диктант – хороший способ проверить себя и узнать что-то новое. Учитывая, что я еще студент географического факультета, то проверка этих знаний – проверка моей профессиональной компетентности, насколько я действительно знаю свою страну. Диктант анонимный. По традиции 30 вопросов разной степени сложности, которые поделены на два блока. Некоторые сопровождаются картами и изображениями. Организаторы отмечают, для решения заданий не требуются специальные знания. Главное – сообразительность и умение мыслить логически. В Алтайском крае в этом году к диктанту присоединились новые площадки в Аллейском, Топчихинском и Ребрихинском районах. Всего в России количество площадок перевалило трехтысячную отметку. Для сравнения, в прошлом году диктант написали более чем на двух тысячах площадок. К слову, акция стала поистине международной. Если в 2017 году участие в ней приняли 25 стран, то в этом уже более 80. Новые площадки были зарегистрированы в Европе и азиатских странах. Узнать о результатах все участники смогут на официальном сайте мероприятия 30 ноября. Анастасия Бертенева, Илья Кочетков, Александр Антропов. Наши новости. На Алтай прилетели зимовать лебеди. Уже больше 500 особей обосновались в заказнике советского района. Большая часть из них на озере Светлом. Первые лебеди на незамерзающих алтайских озерах были замечены в 70-х годах прошлого века. Вскоре территорию объявили заказникам, а лебеди оказались под защитой государства. С тех пор число зимующих пернатых с каждым годом стало расти. Третий год подряд орнитологи насчитывают не менее 700 лебедей-кликунов и шипунов. Ученые отмечают, что нигде больше в России они не зимуют в таком количестве. Кроме того, в заказнике проводят холодные месяцы несколько тысяч диких уток. Лебединое озеро стало одним из главных символов зимнего туризма на Алтае. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания Эвалар. Для здоровья суставов принимайте комплекс «Хонда». Это максимум коллагена, хондроитина, глюкозамина и гиалуроновой кислоты. «Хонда» – все, что нужно для здоровья суставов. Почувствуйте разницу. Эвалар – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В крае потеплело, но сохраняется довольно холодный ветер. Минус 10 в Кулунде и Славгороде около 14 градусов мороза. В Олейске и Заринске в Барнауле до 10 ниже нуля и без осадков. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Ну а полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи.